Всем привет! Для меломанов даю совет, которым нужно воспользоваться. Если вы собираете пластинки, и в число этих пластинок входит пластинки Фрэнка Заппе, то никогда не экономьте на Фрэнке Заппе. Никогда. Потому что каждая его пластинка – это необходимая деталь вашей коллекции и одна из составляющих вашего мозга, который растет, 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 по мере прослушивания пластинок Заппе растет. Этого, правда, не видно, он растет внутри, он растет в другом измерении. Я что-то говорил о шизофрении недавно в одном из роликов. Это нет, это не то, это другое. Рост мозга внутрь – это очень серьезная вещь. Вот пластинка Hot Reds, замечательная. Многие называют ее джаз-роковой. Пусть будет так, пусть будет джаз-роковая. Это проще всего. Про нее я рассказывал. У меня есть там в плейлистах ролик, можно про Hot Reds посмотреть, послушать и так далее. А вот такая штука. Здесь два водопроводных крана. На одном написано Hot, на другом написано Reds. То есть, как бы продолжение Hot Reds. И, в общем, это так и есть. По сути, это вторая часть Hot Reds. Лака Джавака называется она, 1972 год. Это период, когда Фрэнк Заппа не концертировал. Он получил серьезные травмы, упав со сцены. Не просто упав, а один из сильных любителей музыки Заппа выскочил на сцену и столкнул Фрэнка в оркестровую яму. Фрэнк упал, поломался серьезно и оказался на довольно длительный период прикованным к инвалидному креслу. Что делать Фрэнку в инвалидном кресле? Заниматься своим самым любимым делом. То есть, брать листы нотной бумаги и писать ноты. И он писал, 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 сидел в кресле, писал эти ноты. Написал очень много. Заполнил массу линеек вот этими крючочками, крестиками, ноликами, линеечками. Туда, сюда, лига внизу, лига наверху. Там вот эти вот такты. Отрезал, отрезал, рисовал, писал. Вот такую стопку нотной бумаги извел и сочинил, соответственно, много интересной музыки для большого количества инструментов. Написал партитуры. Иначе не скажешь, не просто ноты написал. Написал партитуры для двух альбомов. Это вот Вака Джавака и главный шедевр, главный Гранд Вазу, который вышел сразу после Ваки Джаваки. Это чудесная музыка. Она настолько чудесная, что слушать ее я даже не знаю. Вот Гранд Вазу я ставлю пластинку, она заканчивается. Мне снова хочется ее поставить еще раз. И можно весь день слушать, потому что она настолько интересна, мелодична, понятно, доступна. И настолько интересно, настолько просто каждый поворот, каждый следующий такт, раз, какие-то открытия, какие-то удивления. Так, 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 просто вот идешь за ним по этой дорожке кривой. Если вы встали на кривую дорожку Фрэнка Заппы, то по ней и пойдете. И все это с юмором, юмор, который не переходит в пародийность, в пародию. Он не занимался пародиями, хотя там есть одна пластинка, про которую я потом расскажу тоже отдельно. Она считается пародией. И я к пародиям отношусь достаточно так отстраненно, я бы сказал. И я, честно говоря, не знаю музыкантов, которые записывали целые альбомы пародий. Это как-то не в коня корм, что называется. Записать альбом, написать его, придумать, это большая работа. Помимо всего прочего, это очень большие деньги. И так вот пародию делать какую-то, как-то странно достаточно. Но, Вака Джавака. Если кто любит Hot Reds, то сразу можно смело переходить на Ваку Джаваку, потому что Big Swifty, первый номер, который идет 17 минут 26 секунд на всю сторону. Первые такты, первые звуки, они прямо тембрально очень похожи на начало Hot Reds. Прямо вот то же самое железо, барабанное, духовые, гитара, клавиши. Прямо тембрально очень получилось похоже. И тембрально, и по структуре, по мелодике, по подаче, по, извиняюсь за выражение, драйгу. Прямо из Hot Reds кусочек. Но потом начинается другая история. Потом... Это не то, чтобы пародия. Конечно, нет. Это... Я уже говорил, когда про Hot Reds рассказывал где-то. Так что Запад действительно, он великий музыкант, великий композитор. И он очень много и рок-групп любил, очень позитивно относился к ним, и джазовых музыкантов. В общем, не хаял зачастую. Но такой взгляд у него, мне, как мне кажется, на фьюжн-альбомы массы артистов, начиная от Майлса Дэвиса и дальше, дальше, дальше. Но на Дэвиса он не покушался никогда. Он же, в общем, вменяемый. Он большой музыкант, серьезный. Серьезный музыкант никогда не станет хаять другого серьезного музыканта. Все все понимают, все слышат, что хорошо, что плохо. А вот отношение к таким фьюжн-альбомам... Запад, он просто... Он немножко выше стоял. Он на это все смотрел, слушал и прекрасно понимал, как, кто и для чего это делает. Является ли это музыкой или является это просто данью моде и попыткой заработать денег на этом самом фьюжне. Чего, кстати, очень много и масса фьюжн-пластинок абсолютно бессмысленных и беспощадных существует. И вот Big Swift, она переходит на двухаккордовую такую историю, причем с восточным уклоном, там на полтоном, вот такие полутоновые эти штучки и длиннющее соло на гитаре. Ну, помимо всего остального, что там происходит, там происходит очень много всего, поэтому не скучно слушать, очень интересно. Я говорил вначале, что каждый такт несет новые яркие краски, новые открытия. И соло такое без высоких частот у него придушенное, он не лезет вперед, как на Hot Reds у него такие поливальные штуки яркие. А оно такое скраденное немножко внизу-внизу. Потом оно выходит вперед, начинается странная дуэль гитары с каким-то инструментом, который можно сначала принять за тубу или за тромбон. А потом кажется, что это бас-гитара с овердрайвом, но все-таки мне кажется, что это тромбон. Такая перекличечка. И пошло дальше уже с хорошим гитарным тембром, с мощным. Все вот это так очень, очень убедительно, я бы сказал. 17,5 минут. Абсолютно не скучно, абсолютно интересно просто. Замечательная импровизация на написанную партитуру, на прописанные партии барабанов, перкуссии. Запов же начинал вообще как барабанщик. Он все это знает, он умеет расписывать и перкуссию, и барабаны, и все-все-все. И ксилофоны, и прочие металлические, мелодические ударные инструменты. Your mouth открывает вторую сторону. Your mouth is your religion. Поет Фрэнк Запад. Твой рот – это твоя религия. Он очень любит обывателей американских. Я подозреваю, что как и русских, как и любых других, я тоже обожаю вот этих вот. Твой рот – твоя религия. Ну, твой желудок, соответственно, тоже твоя религия. Очень интересная штука. Ну и потом инструментальные номера. Отдельные, последняя Вака Джавака. 11 минут с половиной. Уже просто написанная партитура. Это джаз-рокового большого коллектива. Очень красиво. Очень красиво, очень сложно, очень космично, я бы сказал. И совершенно не похоже на коммерческие вот эти потуги всяческих второго, третьего уровня джазовых артистов, которые стали играть электричество, пытаясь что-то такое вытворить в духе Майлса Дэвиса. Ни у кого ничего такого хорошего не получилось. Ну, за исключением там Джона Маклафлина и Чика Кореи, и Херби Хэнкока, и еще пяти-шести имен можно назвать. В общем, такая вот интересная штука. Но Заппа пошел дальше. После Ваки Джаваки сразу Гранд Вазу, шедевр. У Заппа Карьера вообще очень музыкальная такая довольно странная, потому что он одновременно работал в нескольких стилях. И у него пластинки выходили абсолютно разные. И безумные роковые концерты, и безумные авангардные концерты, и чистый джаз, и современная классическая музыка. И все это параллельным таким потоком шло. Поэтому можно сказать, что для разных любителей, для любителей разных стилей карьера вот такой пик, потом спад, потом пик, потом спад. А вот там, где спад, там для любителя другого стиля как раз начинается пик. И получается, что она непрерывная такая хорошая. То есть, где спад для любителей джаз-рока, там пик для любителей современной классической музыки. Поэтому все одно дополняет другое. Очень хорошо. А Гранд Вазу – это прямо вот симфонический джаз-рок-фьюжн-блюз. И еще десяток названий можно сюда приплести. Но слушается очень хорошо. Просто настолько, я уже говорил вначале, что Гранд Вазу, когда я ставлю, мне хочется на весь день эту штуку растянуть, просто переворачивать пластинку. А если компакт-диск поставить на репит, просто его и с утра до ночи пусть играет, все равно скучно не будет, все очень здорово. Основная идея альбома, показанная на обложке, это битва двух оркестров. Один из оркестров – железо духовое, второй оркестр – это деревянные инструменты. И весь альбом посвящен этой битве. Война двух вот этих вот армий – духовики и деревянщики. То есть, в смысле, металлические инструменты и деревянные. Ну, и затесался еще какой-то тут таинственный шпион. На второй стороне таинственный шпион. Ну, надо сказать, что с самого начала все начинается с маленького вокального произведения «Фо Калбин», в котором рассказывается о двух таинственных персонажах, которые выходят из машины и ночью начинают тайно есть гамбургеры, чтобы их никто не видел. Поедают гамбургеры в ночи таинственно. Все это под музыку, все это очень красиво, очень здорово. После чего начинается гранд-вазу, собственно, битва оркестров. И битва оркестров, она прямо здесь читается. Сначала идет подготовка к битве, потом битва начинается. Жалкое слово трубы, которое, видимо, выскакивает вперед и пытается напугать деревянщиков. Но потом за трубой приходит вся остальная армия и начинается настоящая битва. И надо сказать, что на ударных здесь играет Энсли Данбар, известный всем барабанщик, наверное, по группе блюзовой Энсли Данбар Ритолейшн, а также по работе с Джоном Майлом. Он пришел к запи и показал, что он не только блюз Джона Майла умеет играть, а что он умеет играть по партитуре такие партии ударных, что мама дорогая. Ну и он же заправляет всеми перкуссионистами, которых там много, потому что армия деревянных инструментов, она включает в себя много всяких вот этих штучек. И Данбар здесь развернулся не на шутку. Для всех барабанщиков я думаю, что это будет замечательным учебным пособием, вот эта штука. Но это не к тому, что тут адские соло на ударных. Там очень много ударных, но это все в партитуре, все это в общем звучании, в общей фактуре. И это так интересно. Это настоящая какая-то симфоническая современная музыка. Ну а на второй стороне все доходит до апогея. Героическая какая-то такая квази-оперная мелодия. Такой Вагнер просто начинается с духовыми, со всеми делами, с клавишами, с гитарами. Такое начало грандиозное. Подключается вокал и заппы, и каких-то девушек. Вот это вот, и прямо все в бой, в бой, в бой, бой продолжается. И Dead Question, бой идет, а потом раз, все умерли, и в финале последняя вещь. Пейзаж после битвы, успокоение, умиротворение. Мелодия отдаленно напоминает софа номер два с альбома One Size Fit Soul, но только напоминает. А во вторую вещь, вот после грандиозного этого оперного призыва к нападению, видимо, последний бой, такой последний штурм, неожиданно джазовая, такое фортепиано-гитарное джазовое в стиле Хэнкока, кстати говоря, немножко такая импровизационная штучка, после чего уже все, пейзаж после битвы. Это удивительная штука, удивительная штука, никогда не экономьте на заппи. Если у вас есть Hot Reds, обязательно купите Vaka Javaka, продолжение, а если у вас есть Vaka Javaka, обязательно Grand Vazoo. Потому что вот эта трилогия, хотя она и разбросана по времени достаточно, но она просто монументальна, просто монументальна. Пошел пить, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok